Музейно-выставочный центр на Советской приглашает на выставку раритетов. Здесь открылась экспозиция «Экзотическая нумизматика». Коллекцию монет Дмитрий Бурылин очень любил и начал собирать ее в 12 лет. В течение всей жизни он вел переписку с владельцами многих меняльных лавок и антикварных магазинов. К сожалению, практически нет информации, где и когда Дмитрий Геннадьевич приобрел тот или иной раритет. Исключение составляют шведские монеты-платы. Их Бурылин купил в Санкт-Петербурге в меняльной лавке Молкова. Интерес Дмитрий Геннадьевич определялся еще и тем, что монеты и древние книги рукописные собирал его дед Деодор Андреевич Бурылин. Ну, видимо, с помощью деда и даже бабушки этот интерес развивался, коллекция пополнялась. И когда он уже стал взрослым, самостоятельным человеком, то путешествия по странам Европы, сотрудничая с антикварными магазинами, с аукционами, он приобретал большое количество монет. Многое из того, что представлено в витринах, не экспонировалось десятилетия. Например, знаменитые монета-нож и монета-мотыга. Это китайские денежные знаки первого века нашей эры, периодоправления Ванмана. Монеты Китая оказали очень серьезное влияние на весь регион обращения. Эта форма монеты, круглая, с квадратным отверстием, была востребована и в Корее, и в Японии, и в Аннаме. Так раньше назывался Вьетнам. На сегодняшний день в фонде нумизматики более 100 тысяч единиц хранения из 236 стран. Некоторым экспонатам могут позавидовать даже сотрудники крупнейших музеев. Так, на выставке представлены бумажные денежные знаки 19 века, выпущенные частными банками в Китае. Таких банкнот нет даже в коллекции Эрмитажа.